Каждое весеннее утро сотрудники МЧС внимательно осматривают русло реки Инсар. В Саранске эта река чаще всего подтопляет местных жителей. В центральной части города поток несколько раз довольно круто поворачивает эти места потенциально самые опасные. Здесь могут стихийно образоваться ледовые плотины и талая вода может затопить ближайшие улицы буквально за пару часов. Сотрудники ведомства запускают в туманное небо штатный беспилотник и сверху следят за ледовой обстановкой. Больше всего опасений у спасателей вызывает поворот реки непосредственно перед навесным мостом. Неподалеку упало в воду дерево и оно тоже может стать преградой для льдин. Мы сейчас просто не знаем, кто там лежит конкретно. С высоты, кажется, пока штатная ситуация. То есть никаких мест нет пока, по крайней мере. Ну, как видели, там лед стоит выше по течению и ниже по течению лед пока еще стоит. То есть не пошел еще. Прогноз синоптиков пока довольно оптимистичный. Лед и снег будут таять медленно, а уровень воды в реке будет подниматься довольно плавно. Но ситуация может поменяться, если пойдет обильный дождь. По такому сценарию в Саранске в начале 2000-х пошло одно из самых разрушительных наводнений. Вот если будет таять постепенно, как вот сейчас, то будет все нормально. Заторов не будет. Если резкое потепление, то лед может пойти. Ну, могут возникнуть вот в этих вот районах, где вот ветки вот низко, только воды видно, да? Тут лед может встать. Но будем надеяться, так и она у нас спокойно уйдет. Реки, которые могут подтопить городские улицы, МЧС мониторит ежедневно с беспилотников и самолета. Все данные постоянно обновляются. Эксперты готовят возможные прогнозы на случай перехода ситуации в чрезвычайную. При этом специальные лодки, катера и другую технику спасатели держат в боевой готовности. Как сообщили в МЧС, самыми опасными для жителей Саранска будут ближайшие четыре дня. Именно в эти дни будет самый серьезный исход снега и реки наполнятся водой. Если не пойдут ливни, то все будет хорошо, утверждают сотрудники ведомства. Юлия Порунова, Павел Толобаев. Наши новости.